положительные значения, которые соответствуют низкой значимости данного мотива для респондентов. Обращаем внимание, что поскольку высокая значимость это единички, а низкая это шестерки, поэтому и преобразование получилось таким образом, что слева на шкале в отрицательной области у нас высокая значимость данного мотива, справа низкая значимость данного мотива. Это, возможно, не совсем привычно для восприятия, поэтому об этом нельзя забывать. А мы возвращаемся к нашей факторной модели, из которой мы хотим исключить удобство расположения. Мы решили, что будем делать ортогональное вращение в Arimax по причинам, озвученным раньше. И попросим сохранить значение наших факторов для каждого респондента. Поскольку у нас ортогональное вращение, мы можем выбрать оптимальную функцию сохранения Андерсона-Рубина. Если бы у нас было бэкосоугольное вращение, мы могли бы выбрать только метод регрессии. Так, запускаем. Вот у нас два фактора. И самостоятельные переменные, тоже стандартизованные. Все три переменных у нас стандартизованные, и в этом смысле они однородны. Поэтому с ними мы сможем работать как с равнозначными в дальнейшем. Пока что интерпретируем наши два фактора. Я сделал две таблички. Снова сделал и косоугольное вращение для сравнения. Вот то самое ортогональное вращение в Arimax. Мы видим, опять же, почти полное совпадение картинки. Также я посчитал показатель контрастности. Он лучше, в данном случае, для таблички косоугольного вращения. Но, тем не менее, поскольку нам нужно будет дальнейше визуализировать, мы все равно остаемся с табличкой ортогонального вращения. Интерпретируем. Моя интерпретация состоит в том, что первый фактор – это как бы ось, на которой полюсами является ориентация на материальные характеристики. В данном случае это цена, и материальные в узком смысле. Или, наоборот, нематериальные – это атмосфера. То есть мы можем увидеть по первому фактору,